Самые загадочные места планеты, где плавают киты и живут аборигены. Самые необычные места планеты, где плавать с китами, гладить гориллы и общаться с аборигенами. Ольга Цинская. Путешественник Андрей Андреев побывал на всех континентах, исследуя загадки истории и культурные обычаи племен и народов с традиционным укладом жизни. В интервью РИА Новости он рассказал о самых необычных местах на планете, встрече с вооруженными пиратами на Амазонке, купании с горбатым китом в Королевстве Тонго и исполнении желаний в Уганде. О путешествиях я мечтал с детства, читая книги Турахи Ирдала и Жюля Верна. Занимался скалолазанием, спелеологией и альпинизмом. Еще школьником ездил на Кавказ в альпинистские лагеря. А сразу после свадьбы мы с женой Ольгой отправились на Эверист. В Антарктиде фото из личного архива Андрея Андреева. Андрей Андреев с женой в США фото из личного архива Андрея Андреева. Ольга Андреева в Вануату фото из личного архива Андрея Андреева. Андрей Андреев в США. Фото из личного архива Андрея Андреева. 1.4. В Антарктиде. Фото из личного архива Андрея Андреева. Побывав во многих странах и став опытными путешественниками, мы открыли собственную компанию, занимающуюся авторскими турами и экспедициями по всему миру Выбору стран для поездок уделяем большое внимание Нас интересуют уникальные природные объекты, племена и народы, которые еще сохранили традиционный уклад жизни, загадки истории, культурные обычаи об оригенов В Японии фото из личного архива Андрея Андреева Праздник в Индии фото из личного архива Андрея Андреева В Бутане фото из личного архива Андрея Андреева Андрей Андреев в Перу фото из личного архива Андрея Андреева Национальные костюмы жителей Боливии и Перу Фото из личного архива Андрея Андреева 1.5 В Японии Фото из личного архива Андрея Андреева Мы посетили все континенты За последние пару лет побывали в Австралии, Новой Зеландии, на Фидже, в Бутане, Японии, Перу, Боливии, Исландии, Норвегии, Намибии, Омане, Уганде, Конго, Эфиопии, Чили, США и еще примерно в четырех десятках стран. Бегемоты в Уганде фото из личного архива Андрея Андреева. Кенгуру в Австралии фото из личного архива Андрея Андреева. С верблюдом в Омане фото из личного архива Андрея Андреева. Экспедиция в США фото из личного архива Андрея Андреева. На реке в Китае. Фото из личного архива Андрея Андреева. 1, 5. Бегемот в Уганде. Фото, из личного архива Андрея Андреева. Самыми необычными местами на планете я считаю Антарктиду, Гренландию, Намибию, Алжир и Королевство Тонго. Антарктида наименее изученный и один из самых загадочных континентов, еще не освоенный человеком. Гренландия почти та же Антарктида, только в северном полушарии. Самый большой на планете остров с величественными фьордами, суровой северной природой и чистейшим воздухом. 84% территории покрыта льдом и снегом, поэтому людей здесь мало всего 76 тысяч жителей. Айсберги в Гренландии. Фото, из личного архива Андрея Андреева. Парусник в Гренландии. Фото, из личного архива Андрея Андреева. Гренландия. Фото, из личного архива Андрея Андреева. Корабль на фоне айсберга в Гренландии. Фото, из личного архива Андрея Андреева. Экспедиция в Гренландии. Фото, из личного архива Андрея Андреева. 1, 5. Айсберги в Гренландии. Фото, из личного архива Андрея Андреева. В Намибии и Алжире много нетронутых цивилизаций и мест. Это Африка во всем ее многообразии племен, дюн, животных, это необъятные просторы пустынь Сахара и Намиб, разрушенный город Адрарта, протянувшийся вдоль границы Алжира-Ливии. Звездное небо в Намибии фото, из личного архива Андрея Андреева. Намибия фото, из личного архива Андрея Андреева. В пустыне Алжира фото, из личного архива Андрея Андреева. Ночевка в Намибии фото, из личного архива Андрея Андреева Пустыня в Намибии фото, из личного архива Андрея Андреева 1 Пять звездное небо в Намибии фото, из личного архива Андрея Андреева в Тихом океане, близ королевства Тонго Каждую осень собираются горбатые киты, там их самки рожают и выращивают детей нашей Горбатые киты в Тихом океане фото, из личного архива Андрея Андреева Стая рыб около Королейства Тонга в Тихом океане Фото, из личного архива Андрея Андреева Аквалангист фотографирует горбатого кита в Тихом океане Фото, из личного архива Андрея Андреева 1, 3 Горбатые киты в Тихом океане Фото, из личного архива Андрея Андреева Однажды в прибрежных водах Королейства Тонга во время плавания с китами нам пришлось уворачиваться от китинга Он хотел поиграть, подплывал очень близко, подныривал, бил вокруг себя ластом и хвостом. Вес детеныша несколько тонн, размер с небольшой автобус. Если не успеешь увернуться, ударит мало не покажется. В поездниках не обходится без приключений. На Амазонке нас с женой и еще двумя друзьями ограбили пираты, вооруженные до зубов. Нагнали на моторной лодке, оттащили к берегу, методично обыскали под дулами винтовок и пистолетов. Забрали все, что у нас было, фотоаппараты, телефоны, даже мелочь из карманов. Французская Полинезия фото, из личного архива Андрея Андреева. Норвегия фото, из личного архива Андрея Андреева. Андрей с супругой в Норвегии. Фото, из личного архива Андрея Андреева. 1, 3. Французская Полинезия. Фото, из личного архива Андрея Андреева. Перед экспедицией в Уганду одна путешественница загадала желание потрогать горную гориллу. И в джунглях пробегающие мимо животное буквально зацепилось именно за эту девушку. Они кубарем покатились по горному лесу. Желание сбылось, хотя поврежденная нога не позволила ей продолжить путешествие по Африке. Вернуться на главную и вернуться в начало. 8 часов 26 ноября 2019 года. Обновлено. 8.10.26 ноября 2019 года. 135.